29 сентября отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Об этом трагическом дне на открытом кураторском часе рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права и арбитражного процесса Кутовая Ирина Эдуардовна. Добрый день, друзья! У нас с вами сейчас тематический кураторский час. Тема определяется по сути сама по себе датами. Сегодня канун очень большой даты. Завтра, 29 сентября, отмечается одна из трагических дат в истории нашего Отечества. 80 лет со дня начала Холокоста против... Ну, Холокост, вы знаете, это политика фашистской Германии, направленная против еврейского народа. Евреи были расселены, вы знаете, сейчас они расселены по всей планете, во многих государствах они живут. Но был особый период в истории нашей страны, когда агрессия фашистов была особенно явно, это Вторая мировая война. И вот 29 сентября 1941 года начались в городе Киеве массовые расстрелы еврейского населения. Причем, это, казалось бы, такие будничные события, но это были очень масштабные. Вот трагедия Холокоста в Бабе-Яру, вот такое, наверное, словосочетание мы слышали. Это такое значимое событие, которое сегодня переоценивается, переосмысливается. Это страница истории нашего народа. Приведенные ею факты шокировали присутствующих. За два дня, 28 и 29 сентября 1941 года, Бабьям Яру были расстреляны по разным данным около 200 тысяч человек. Также студентам был показан документальный фильм о событиях Бабьего Яры. Я сейчас вам покажу небольшой репортаж с картинками, с очевидцами, для того, чтобы, ну, немножко можно окунуться в ту атмосферу, чтобы немножко прочувствовать больше, чем просто вот эти цифры. Через несколько минут спавшийся чудом из кровавого ада решится впервые поведать тайну, которую держал в себе все эти 74 года. Тогда, в сентябре 1941 года, в Киеве он мальчишкой по слогам читал малограмотную листовку нацистов. Все жиды должны собраться с ценными вещами. Потом вместе с тысячами других еврейских семей под конвоем шагал в Бабий Яр в колонне смерти. Театральное и чудовищно методичное зло. С обреченных сорвали одежду и по очереди загоняли дубинками на край пропасти. Очень долго политика замалчивания этой трагедии длилась еще в советское время. И, в общем-то, мы имеем вот такие последствия в том, что даже сейчас, даже сейчас это место продолжает нести на себе эту энергетику. Место там, где опять вандализм, где опять розни, поджоги, где распри. И, наверное, нужно это все вскрыть, переосмыслить, переоценить эту ситуацию. То есть вот это замалчивание, вот это запамятование этой ситуации, этой трагедии, оно, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Нужно помнить, извлекать уроки всегда. И нужно понимать, где зло, кто прав, кто виноват.